Либо возможно, что ее в эти места били. Плотный, сильный шрам. Давай сидеть. Ай, получается! А еще недавно, ребята, я заметила у Миши проблему. И сейчас мы будем предпринимать меры и Мишу лечить. Что же не так с нашей Мишей? Почему она не такая, как все остальные собаки? Hi! Ты на канале Magic Family. Меня зовут Аня и со мной мои собачки. А еще у меня здесь очень много других животных и питомцев. И я постоянно про них снимаю и рассказываю. Поэтому не забывай нажимать красную кнопочку подписаться внизу. И нажимать колокольчик, чтобы первым знать, что вышел ролик и успеть его посмотреть. Благодаря вашим письмам и посылкам, которых за эту неделю вы прислали очень-очень много, я наконец-то вступаю в ряды и выздоравливаю. Сегодня, ребята, я решила поделиться с вами своей историей про Мишу. Она ведь у нас взрослая собака. И кто знает, мы спасли ее от усыпления. Она появилась у нас не так давно. Но и все это время мне приходилось сталкиваться с такими проблемами, с которыми я не сталкивалась со своими собаками, потому что я растила их с самого детства и воспитывала их сама. Я очень люблю Мишу. Она очень красивая, ласковая, спокойная и скромная собачка. Я очень хочу, чтобы ей нравилось с нами жить, и чтобы она не боялась и забыла свое прошлое. Но иногда, к сожалению, это не получается. И многие вещи меня беспокоят по поводу Миши. Когда Миша к нам попала, она ничего не знала. Вообще ничего. Как будто она росла в какой-то клетке и не видела никакого другого мира. Поэтому, когда я увидела, что Миша не знает даже, что такое дверь, она не умеет входить и выходить, я поняла, что у нас будет впереди очень много разных моментов, с которыми нам придется работать. За эти два месяца мне удалось научить Мишу каким-то простым вещам. Например, знать, что такое дверь, выходить и входить. А также я приучила ее к ошейнику, поводку, научила ее мыться, стричь когти, чистить зубы. Это самые такие простые моменты воспитания, и мне они дались нелегко, но у меня получилось. За то время, пока Миша у нас, я наконец-то добилась получить ее ветпаспорт, и по нему я поняла, что ей где-то два с лишним года, а это достаточно уже взрослая собачка, даже за эти два с лишним месяца мне не удается никак ее приучить к игрушкам. То есть есть какие-то вещи там, игрушки, которые она грызет, но она не умеет ими играть, и она не испытывает интереса к игре. По большей части это связано с тем, что Миша очень пассивная собака. Либо это в ее характере, я сейчас до сих пор пытаюсь понять, либо дело в ее прошлом. Потому что по некоторым моментам мне кажется, что Мишина прошлое не очень хорошее, но если ее держали в заперти, то это одно, а если с ней плохо обращались, то это другое. И это очень сильно может повлиять на психику собаки. Например, я обнаружила у Миши седину на голове. Такое бывает, что у собак появляется седина. И это бывает либо уже у стареньких собачек, либо у собачек просто к этому склонных. То есть вот такая вот у них генетика. А бывает такое, и это очень странно прозвучит, но если вы спросите какого-нибудь профессионала, заводчика или ветеринара, он вам подтвердит эту информацию, что седина возникает в тех местах у собаки, куда приходился удар. И возможно, судя по тем местам, где у Миши есть седина, Мишу били. И это ужасно. Как вы видите, у Миши вот здесь вот есть местами седина на голове. Это либо возраст, либо ее окрас, либо возможно, что ее в эти места били. Также у Миши на животике есть очень большой плотный шрам. Это значит, что ей делали кесарево, скорее всего, когда она рожала щенков. И скорее всего, она рожала не один раз даже. И вот здесь вот у нее на животе очень плотный, сильный шрам. Если пошевелить, вам, возможно, не видно. Он очень твердый внутри. И такой вот именно толстый, широкий рубец практически. Это значит, что зашивали ей его очень безответственно, лишь бы как. Заниматься дрессировкой, конечно же, очень тяжело. И я долгое время, каждый день буквально пытаюсь приучить ее к лакомствам. Показать, что это не опасно, что это вкусно, что это можно кушать. То есть вы, наверное, заметили в видео, что Миша очень спокойная, не особо активная. И большую часть времени она любит просто спать в течение дня и ничего не делать. И если все мои собаки, такие как Иван, Юми и Софи, любят играть, то Миша в этот момент обязательно сидит где-нибудь в стороне и со всеми остальными не играет, к сожалению. Такая вот у нас Миша. Несмотря на это, мы достигли некоторых моментов в дрессировке. Если раньше мне казалось, что это просто, то сейчас я поняла, что это большое достижение для Миши, собаки с таким характером. Например, команда «Сидеть». Вот молодец, Миша! Также мы потихоньку учим и другие команды. Например, команду «Лежать». Лежать, Миша, молодец! Молодец, лежать! Давай, сидеть! Ай, получается! Сидеть молодец, Миша! Молодец, дай лапу! Вот молодец, Миша, дай лапу! Ай, молодец, дай лапу! Вот таким вот, казалось бы, простым вещам, которые мои собаки выполняют моментально, мы с Мишей учились очень долго. Юми, сидеть! Молодец! Если вы хотите видео о том, как растет и развивается наша малявка-щеночек Юми, ставьте лайк этому видео. Ну вот что ты делаешь? И если поначалу я думала, что это связано со стрессом переезда, с переживанием, что она сейчас в другой семье, с переживанием, что прошлая семья предала Мишу и хотела ее усыпить, то сейчас я понимаю, что дело не только в стрессе, потому что она уже познакомилась со всеми собаками. Либо характер, либо травма, не только психологическая, может, даже и физическая. И изменить это очень сложно. Пока что я не нашла с ней контакт в этом смысле и не могу понять, что может ее заинтересовать. И будет ли когда-то Миша активной, веселой собакой, такой же, как София ей, вам неизвестно. Возможно, это не связано с тем, что ее били. Такое тоже бывает, ведь собаки разные, как и мы люди. Люди бывают веселые, позитивные, активные, а бывают люди спокойные и меланхоличные. Такими собачками, как Миша, которые росли в стрессе и жили в плохих условиях, нужно иметь очень много терпения, потому что в отличие от щенка нашего, например, или моих собак, которые росли в других условиях, она очень медлительная и медленно соображает. Может быть, это тоже связано с травмой головы, например. А еще недавно, ребята, я заметила у Миши проблемы с шерстью и кожей. Я пока не знаю, с чем это связано. Ветеринар говорит, что, возможно, это аллергия. И как это выражается? У Мишеньки вот здесь на шее появилась залысинка какая-то. И это явно не лишая какая-то кожная проблема. А также по всему телу у Миши, где вот эти голые места, кожа шелушится. И если вот здесь на животике, я думала сначала, что когда заживает шрам, бывает, что кожа шелушится. И я думала, что он свежий, но, видимо, он старый, но кожа продолжает вот здесь вот на животе шелушиться. И сейчас мы будем предпринимать меры и Мишу лечить. Возможно, это аллергия на новые кормы. Придется его менять и все-таки перевести Мишу на натуралку. А также есть такая возможность, что у нее генетические кожные какие-нибудь заболевания, потому что, когда мы изначально взяли Мишу, у нее всегда вот здесь вот у глазок вокруг как будто лысенькая. Иногда таким образом у собак проявляется демодекоз. Это такое генетическое заболевание. Мы все любим Мишу. Все Мишу любят. И София, и Юми, и Эйвань. Все Мишку обожают. Любят. И я. Все наши подписчики. Мишенька, за тебя болеет. Пишут хэштег Миша, живи. Все очень хотят, чтобы у тебя все было хорошо. И я тоже. Да, Мишаня. Видишь, как тебя Юми любит. И да, ребята, конечно же, мы не забываем передавать приветики вот этим классным, случайным ребятам, которые репостят наше видео из моей страницы ВКонтакте или из нашей группы ВК. Спасибо вам большое. И привет вам. Что же не так с нашей Мишей? Почему она не такая, как все остальные собаки? Я до сих пор пытаюсь это понять. Это пока остается для меня загадкой. А может быть, стоит просто принять ее такой, какая она есть. Я думаю, что это связано с тем, что было у нее в прошлом. Я очень люблю Мишу. И забочусь о ней как могу. Не забывайте подписываться на наш канал, жмите красную кнопочку внизу и увидимся.